Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать часов не спим. Идём на лопату. Деваться некуда, нужно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда отважных путешественников на серийных пикапах Toyota Hilux бросает вызов Арктике, отправляясь покорять самые отдалённые и суровые края планеты, где не оставил свой след ещё ни один автомобиль в заводской модификации. Каково это биться с Арктикой буквально за каждый метр пути, зная, что где-то там под колёсами, под толщей льда, холодная бездна воды? Каково это не знать, в каких условиях предстоит провести следующую ночь и удастся ли продвинуться вперёд хотя бы на километр? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Экстремальный холод. Когда машина завалилась на бок, за бортом была температура ниже минус 50. Непредсказуемый маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заправы? Да. Нет. Плитовая обстановка явно нестабильная. Просто надо теперь быть аккуратнее, чтобы не утонуть, не провалиться. И невероятные встречи, которые запомнятся на всю жизнь. Впервые в жизни я догоняю ледокол. Или могут жизни лишить. Следы белого медведя стали встречаться здесь гораздо чаще. Задача экспедиции – первыми в мире добраться на автомобилях в заводской спецификации до Диксона, самого северного континентального населённого пункта на планете. От районного центра города Дудинки Диксон расположен в 650 километрах. И практически всё это расстояние пикапам предстоит пройти по льду могучего Енисея и Карского моря. Позади первый день путешествия. Участники стартовали в Норильске, вышли на лёд Енисея, разошлись встречными курсами с атомным ледоколом Таймы. Ледокол движется по реке легко и непринуждённо. А вот пикапы Тойота Хайлакс мгновенно закапываются в вязком снегу, заставляя водителей и штурманов браться за лопаты. Сейчас до ближайшей промежуточной точки посёлка с оптимистичным названием «Караул» около 100 километров. Закончились не просто силы, а силы и желания копать. И мы приняли решение, что всё, нужно ложиться. И уже как бы с утра вечно мудренее, с утра посмотрим. Пробежимся по всему квадрату, определимся, где нас жёстче, туда и будем выезжать. Так и поступили. Легли спать, но устали за этот день. Просто нереально. Ночевать на льду при минус 54 градусах не доводилось никому из участников экспедиции. Впрочем, взятые с собой спальники рассчитаны на температуру до минус 70. И в машинах остаются только три путешественника. Остальные проведут ночь в палатке. Вот лежишь, у тебя вот лицо торчит немного, и ты прям чувствуешь, что вот как вот жидкий азот как будто к тебе затекает туда в мешок. Начинает замерзать лицо, начинает замерзать нос. Ты начинаешь затягивать мешок, чтобы не мёрзло всё это. Ты начинаешь задыхаться, потому что откуда кислород возьмётся. Второй день экспедиции не обещает команде лёгкой жизни. И перед штурмом снежных пустынь надо набраться сил. Но получится ли это сделать в столь сложных условиях? Доброе утро. Следующий день нашего путешествия начинается. По-прежнему стоим где-то вот в таком месте. Пока большинство членов команды ещё спали арктическим сном, опытный полярник Александр Еликов совершил утреннюю пробежку на лыжах. Чтобы определиться с оптимальным маршрутом продвижения вперёд. Вы что скажете? Надо клиндокольного следующее. Там меньше? Там есть небольшой след. Это вот там, где мы и были, да? Чуть-чуть меньше снега. Ну а туда идти как? Сейчас просто разворачиваться. По моему следу, да. Доброе утро. Судя по всему, двойные спальные мешки сделали своё дело. И неплохо защитили путешественников от экстремального холода. И хотя ночёвку посреди Енисея явно не назовёшь расслабляющей, все участники экспедиции остались в строю. Пришло время двигаться дальше. Мы поставили везде навигаторы, антирадары. Вдруг нас с такой скоростью гаишники остановят. А это практически лишение прав. Потому что я бы за такое лишил бы прав, точно. Вот так едем. Шутки шутками, но проблема такой езды не только в низкой скорости, но и в чрезмерно высоком расходе топлива. Частью вдоль ледокольного следа местами образовался ледяной бруствер, который защищает от ветра и снежных намётов небольшую полоску рядом с фарватером шириной буквально 5-10 метров. Выехали мы из такой основной части снежного плена. Здесь более-менее идёт хороший вот такой вот накат, можно посмотреть. Снега мало, наст хороший. Возможно, тут прям сразу вот лёд. Но ехать с ветерком получилось недолго. Накануне, пробиваясь сквозь снежно-ледяные сугробы, члены команды снизили давление шин до минимума. После ночёвки при температуре ниже 50 градусов задубевшая резина оквадратилась. А при движении на сравнительно высокой скорости наполнило салон «Тойоты» страшными вибрациями. С того момента, как мы выехали на поле, мы не нормально, вот такой тёрный наст, мы не проверили колёса. Видите, теперь они у нас такие. И проехали практически на нулевом давлении, буквально там километр или сколько. Вот, шины поджевало, конечно, но я надеюсь, что эти шины Максус выдержат хорошо. И банальной подкачкой шин здесь, кажется, не обойдётся. На одном из колёс между ободом и аквадраченной шиной набилось столько снега, что покрышка попросту разбортировалась и начала пропускать воздух. Из четырёх три колеса мы подкачали, вот, а одно колесо всё-таки немножко разбортировалось, но я надеюсь, что оно разбортировалось, не переживало, вот, и не качается. Завершили ошибку, придётся всей командой немного поработать инструментами на лютом арктическом морозе. Зато будет чем похвастаться перед профессиональными шиномонтажниками на большой земле. Но у покрышек явно был неудачный день. Чуть позже высокая скорость, похоже, усыпила бдительность опытного полярника Александра Еликова. Идущая первой «Тойота» одним из колёс налетела на острый край льдины и тоже лишилась драгоценной покрышки. Мы проехали где-то примерно километров 20 с безумной скоростью в 40-60 километров. И у Саши на первом «Хайлаксе» льдиной разрезала колесо. Смещение льда, трещины, и получается, одна кромка поднимается, и острые края. Получается, колесом наскакиваешь. Это то же самое, что когда наезжаешь на бордюр. Это куда серьёзнее, чем разбортировавшееся колесо. Поскольку покрышку с большим боковым порезом, скорее всего, придётся выбросить из соображений безопасности. Экипажи меняют колесо, профилактики ради подкачивают покрышки на второй машине и вновь устремляются к своей промежуточной цели. По пути встречают местных жителей на двух снегоходах и вездеходе. Об оригены и о состоянии импровизированной дороги вдоль фарватера рассказали, и настроение экипажам подняли благой вестью о наличии в посёлке всех человеческих благ. Мужики, а банкомат есть в караулу? Да, да. С Берусской, да? Берусской связи. Отлично. Короткое знакомство заканчивается совместными фотографиями и прощальными рукопожатиями. После чего новые знакомые, поднимая клубы снежной пыли, скрываются в темноте. Но вскоре вдали показались растекающие белую пелену мощные судовые прожекторы. Третий ледокол за нашу поездку. Я думаю, что мы уже установили просто такой рекорд количества ледоколов за одну поездку. Третий, друзья. Ну что, готовы? Называется Толнах, Мурманск. Давайте смотреть. Представляете, какая махина? Я не могу вам передать эти эмоции, которые у меня сейчас зашкаливают. Махина вообще просто. Кстати, вот на подобном ледоколе и пришли сюда наши хайлаксы. На позитивных эмоциях от этой встречи команде было чуть проще сделать финальный рывок к селу Караул, где предстояло восполнить свои силы перед новыми, еще более сложными этапами большого арктического путешествия. Приехали до населенного пункта, который называется Караул. Надеюсь, что мы здесь так кричать не будем. Караул – старейший промысловый центр и один из самых крупных населенных пунктов Таймырского, Далгана, Ненецкого района. Сюда никто не попадает случайно. И в неприступности караула для обычного человека заключается особая магия этого места. Нас просто шикарно встретили, поселили в Доме культуры, очень здорово приняли в администрации. Мы сейчас находимся в Декан. Нас здесь встретили местные. И, как всегда, встречают очень хорошо. Вот. Мы вот так здесь расположились. Сейчас, пользуясь случаем, закатим сюда все наши три колеса. Завтра одно колесо будем менять резину. На втором колесе попытаемся проверить, что же там такое. То есть оно нас спускает. Либо это что-то… Мы его все-таки журнули, да? Либо что оно было подспущено. Просто не хватает давления, замерзшую покрышку прижать. В общем, завтра с этим разберемся. Вот. А сейчас идем кушать. Тем временем Александр Еликов пытается дозаправить Тойоту, чтобы дизельного топлива хватило для работы двигателя во время ночной стоянки. Ситуация осложняется тем, что погружной насос для перекачки топлива из дополнительного бака в основной на таком лютом морозе уже успел выйти из строя. Пока мы там в клубе налаживали межрегиональные отношения, Саня в этот момент старым надежным методом соснул. И как бы сейчас вот солярочку мы набираем. Да, вот она побежала. Да, без насоса, без насоса. Вот. А если мы сейчас не зальем солярки, то у нас уже горит лампочка. И, соответственно, Хайлакс сдохнет без соляра. Если он вдохнет в такую погоду и при такой температуре, то все, кирдык останется здесь навсегда как памятник. Как следует выспавшись, экипажи занялись поиском солярки про запас, ремонтом топливных насосов, а также бросили свои силы на восстановление поврежденных покрышек. Благо, жители сурового русского севера, для которых взаимовыручка не пустое слово, оперативно подоспели путешественникам на помощь. Команде моментально удалось раздобыть и пару уазовских камер, и даже новые топливные насосы. Местный сейчас подошел мужичок, принес два насоса специальные, две помпы, чтобы заправляться с бака в бак. Мы предлагали ему деньги, он говорит, не, ничего не надо, мужики, вот такие хорошие люди на севере. Вот только русских морозов китайские насосы не выдерживают, а чинить их приходится буквально с помощью скотча, проволоки и отвертки. Сначала мы купили один насос, по итогу сейчас у нас их четыре, все они так или иначе сломаты, потому что мороз просто беспощаднейший, температура сейчас минус 50. Вроде мы все сделали, собрали из четырех, три с половиной, и сейчас идем пробовать заправлять нашу машину. А вот дизельным топливом с командой проекта любезно поделилась дизель-генераторная станция, которая вырабатывает электричество для всего поселка Караул. С Сашей пока мы ездили, решали вопрос по соляре. По итогу нам эту соляру дадут абсолютно бесплатно 200 литров. Где бы в центральных районах России с нас бы содрали бы денег в три дорога. А тут абсолютно нормально, дали без проблем соляры. Подогнали комплект для ремонта шин. Собственно, мы купили домкрат, ребята сейчас будут делать. На решение проблем и общение с гостеприимным местным населением ушло целых два дня, за которых путешественники ни на метр не приблизились к Диксону. Чтобы опять не ночевать в палатках, а все-таки доехать до какого-то населенного пункта и остановиться опять где-то. Ну, надо заметить, что засиживаться тоже не надо, потому что на завтра, на вечер здесь 48. Ну да. Надо валить. Надо валить. В начале пятого дня команда забирает пикапы из теплых боксов. В следующий раз машинам удастся заночевать в столь комфортных условиях только в Диксоне. От лица нашей команды хочу еще раз сказать огромное спасибо жителям маленького, но очень доброго поселка Граул. Села тоже, наверное, поселение пролит. Вот. В общем, мы сейчас выезжаем из этого населенного пункта, выезжаем на зимник и едем по зимнику через туру. В общем, вчера нам уралисты сказали, что дорога должна быть здесь хорошая. Посмотрим. Все. С Богом. Погнали. В следующей серии. Сколько часов надо работать лопатой, чтобы забыть о 50-градусном морозе? Как сделать дорогу из морского прибоя? И как собрать комфортную кровать из стульев? До цели еще 6 дней и 800 километров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok